всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на носу лето и быть может кто-то из вас поедет в теплые края и скорее всего на рынках выйдет богатые развалы морских гадов вот чтобы быть во всеоружии я и собираюсь показать вам несколько простеньких рецептов которые позволят вам не ударить грязь лицом при встрече с этими морскими гадами рецепты очень простые что особенно важно как я считаю если вы находитесь в отпуске пока в голове у меня зреет парочка роликов кроме сегодняшнего но вы можете в комментариях под этим видео оставить свои пожелания и возможно только возможно я ничего не обещаю если мне будет что сказать в ответ на ваше предложение если я найду таких классных морских гадов каких вы попросите тогда да быть может ролик появится насчет осьминога я купил замороженного и уже разморозил свежий осьминог очень жесткий как резина чтобы не обломать зубы нужно либо его тщательно отбить либо сначала сильно заморозить потом разморозить такая процедура его размягчит я собираюсь вам показать самый простой вариант самый простой рецепт называется пульпа ля гаега или осьминог по-голизийски пока закипает вода есть много надо помыть и почистить голову надо вывернуть и если вам продали неочищенного то вот здесь в голове будут все его органы которые нужно вырвать а вот здесь смотрите клюв вот этот клюв жесткий она тоже вытащить а вот он и промываем эти дабы варка это его глазки красавчик моем моем труба чисто 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 и хватит с миног по-голизийски очень даже неплохое блюдо но совсем уж простецкая поэтому если найду еще такого классного года будет вам еще рецептик чуть чуть посложнее но и по вкусу поинтереснее она закипела начинаю пугать осьминога окружаю на пару-тройку секунд и вытаскиваю стывать кто-то он будет рассказывать что эти пугания делаются для того чтобы осьминог стал мягким фигня это все чего пугать ему эти пугания как мертвому при парке почему как он и так уже мертвый потому что и отбоялся уже слегка остыл да опять опускаю в кипяток вот так и вытаскиваю собственно для того чтобы его размягчить нужно в его тканях создать всего кучу микро разрывов а это можно добиться либо физическим воспитанием либо воспользоваться знаниями школьного курса физики что у нас делает вода помещенная в морозильник правильно то же самое что и бутылка шампанского наверняка ни один и не два из вас забывали бутылочку в морозильнике правда так вот осьминог как и человек содержит воду при замерзании она расширяется и создает в плоти осьминога целую кучу микро разрывов результате он становится мягким в третий раз макаю голова нового и пусть опять слегка остынет всего таких маканий нужно сделать 34 вот вы спросите если не для размягчения то чё ради я занимаюсь этой ерундой пугаю его это потому что у меня очень доброе сердце осьминог всю жизнь прожил в прохладном море она конечно теплая но не такая горячий как вода в кастрюле и если его погрузить то ему с непривычки станет очень жарко в результате кожи его скукожится вы наверняка помните что происходит с мясом когда вы его на сковородку на раскаленную кладете она сжимается так вот осьминог попадая в горячую воду тоже стремится сжаться туда как теплота во внутрь осьминога проходит не быстро то поверхность его кожа уже сжалась а внутри теплота еще не прошла внутри он еще не сжался и этой самой кожи осьминогу на самого себя уже не хватает он же не шарпей в результате это кожа во первых теряет эластичность от горячей воды а во вторых лопается и облезает некрасиво а если мы его окунули вытащили конечно часть теплоты из осьминога уходит наружу но часть теплоты начинает проникать внутрь прогревать сменога внутри слегка выровнялись температуры опять окунаем в кипяток опять вытаскиваем то есть следующую порцию теплоты дали сменогу теплота начинает проходить внутрь глубже наружу тоже уходит то есть мы таким способом более равномерно по объему прогреваем сменога и к тому времени когда я его уже совсем полностью опущу в кастрюлю он и внутри уже сожмется то есть станет меньше по объему и шкура останется целый оставлю его вариться при слабом кипении пока минут на 30-35 только лаврового листа добавлю хотя конечно традиционный сменога по-голесийски готовят без всей этой ерунды без лаврового листа без перца без соли подождем и того полчаса прошло и я потратил это время с пользой начисло картошки даже нарезала кружочками иногда картошку варят в мундире иногда фарит очищенную а иногда делают вот так переливаю часть бульона из-под десьминога в отдельную кастрюльку и в этом бульоне варят картошку так она лучше пропитается вкусом в головоногого можно потыкать деревянной палочкой не из садизма только для проверки готовности сушки ну уже практически готов еще буквально две-три минуты 5 от силы в зависимости от размеров осьминоги варятся там от 20 минут до 40 иногда даже до часа особо крупные этому я думаю хватит минут 40 то есть как раз и картошка успеет свариться и осьминог приготовиться оставайтесь с нами картошка сварилась и я ее уже даже аккуратненько разложил осьминога по-голесийски частенько подают на редакой деревянной тарелке вот и наш головоногий если человек краснеет то значит либо ему стыдно либо он разозлился а восьминог ну как человек если испугался то белеет в смысле бледнеет правда оборот не падает а если разозлился то краснеет судя по цвету наш красавец дико зол дать его мои не смешные шутки достали и вас наверно тоже все я серьезен как епископ на капитуле завершающие штрихи немного сладкой паприки любители пострее могут и красного острого перца сыпануть немного крупной соли и конечно же ароматное оливковое масло экстра вёрджин да вот так знаете что я приготовил закуску закуску детей до крана уберите это безалкогольная холодненькая и вот теперь все готово вкуснее всего когда эта закуска теплая остывшая тоже ничего но теплая гораздо лучше очень просто и и очень вкусно он мягкий он ароматный на мой вкус солить его не надо осьминоги сами по себе достаточно соленые и картошечки такой вот кус манчик с оливковым маслом глоточек безалкогольного красота супер закуска берите рецепт на вооружение и осваиваете спасибо за компанию всем пока а